80 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась в долгих 442 дня. Сегодня в поселке Арджинкидзовский у мемориального комплекса защитникам перевалов Кавказа прошло памятное мероприятие, посвященное этой героической дате. Собравшиеся отдали дань памяти тем, кто героически защищал отчизну от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защищал Кавказ от фашистских захватчиков. В памятном мероприятии, посвященном неу окончании битвы за Кавказ, приняли участие представители власти, общественники и жители республики. От имени главы Карачаева Черкесия Рашид Атимрезов обратился к собравшимся первый заместитель председателя правительства республики Хазарчакуев. Он подчеркнул, что именно благодаря бесстрашной отваге героизму наших предков удалось одержать победу над фашизмом. Сотни тысяч сыновей и дочерей Кавказа ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, всеми силами помогали защитникам Родины. Участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 17 февраля 1943 года 20 советских воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса, сбросили флаги фашистской Германии и водрузили флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа. Военные действия разворачивались на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря и требовали от наших воинов необычной выносливости и специальной горно-физической подготовки. Кавказ являлся важным стратегическим объектом, которым хотела владеть гитлеровская армия. Демонстрируя непоколебимую отвагу, советские солдаты полностью уничтожили фашистские войска, тем самым отстояли право на свободу и мирное будущее нашей страны. Поражение немцам на перевалах дало возможность советскому командованию выиграть время и накопить резервы и усилить Кавказский фронт. Подвиги защитников перевала Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 года была учреждена медаль за оборону Кавказа, которые были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. Собравшиеся отмечали, что народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о великом подвиге солдат-освободителей. Народ должен помнить свою историю. Молодежь необходимо приобщать к патриотическому воспитанию. Наша с вами общая задача сохранять и передавать молодому поколению память о самой страшной войне 20 века. О нужестве и героизме наших защитников должны знать именно молодое поколение. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет и сегодня наши земляки продолжают вести борьбу с фашизмом в зоне специальной военной операции на Украине, Участник СВО Федор Дзанаев подчеркнул, что каждый из нас с честью выполняет свои задачи, берет пример с героизма наших предков. Параллелей с событиями в 80-летней давности много. Почему так получилось? Для нас, кто лицом к лицу столкнулся с украинским неонацизмом, ответ есть. На Украине и в поддерживающих ее странах историю не выучили. А мы с вами знаем о прошлом, думаем о будущем, живем настоящим, как и 80 лет назад победа будет за нами. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память погибших в битве за Кавказ минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Орджоникидзовский. Субтитры создавал DimaTorzok